Приветствую вас! Между тем, что вы говорите, то есть между целеустремленностью, настойчивостью и навязчивостью, есть одна большая принципиальная разница, а именно это направленность. Навязчивый человек делает это для себя. Навязчивый человек навязывается всегда для себя. Навязчивый человек думает всегда только о себе. Навязчивый человек через объект своего навязывания пытается реализовать свои цели, желания и стремления. Личные цели, желания и стремления ни в коем случае не относятся к объекту того дела, которым человек занимается. Настойчивость и целеустремленность заключается в том, что человек стремится к своей цели, которые не обозначены его личными какими-то желаниями. Это именно цель, которая имеет некое общественное, некий, так сказать, социально значимый результат, социально значимую оградку и направлены именно на улучшение и, соответственно, прогрессирование чего-либо. Поэтому телеустремленный человек руководствуется не своими желаниями, а результатом, который он хочет получить именно на рамках этой социальной задачи. Отсюда следует, что если вы пишите начальнику о том, что у вас есть какая-то просьба, то вы для себя навязчивость это неконтролируемость, навязчивость это постоянство, навязчивость, ведь почему навязчивость, да, потому что человек постоянный, как бы вот, на самом деле, он надоедает. А настойчивость это когда вы для себя определяете, что вот вы отослали документы, допустим, которые нужно начальнику посмотреть, да, документы. Документы послали, все хорошо, вот. Начальник его не посмотрел. Значит, спустя неделю, или, ну, в принципе, все одно и то же, в начале каждого понедельника, или в конце каждой пятницы, или в самое свободное время начальника, когда вы знаете, что у него вот свободное время есть, и так далее. и так далее, вы просите его посмотреть в ваш документ. То есть настойчивость, это именно, как бы, периодическое появление человека с какой-либо просьбой навязчивость, это постоянное напоминание о себе. То есть проявляя сильную настойчивость, вы вместе с этим заботитесь о человеке, и вежливо просите его сделать то, что вам нужно. Поэтому, когда вы говорите о том, что в работе, например, получить ответ на запрос, который долго игнорируют, игнорируют вам нужно, периодически напоминать начальнику о том, чтобы он посмотрел ваш запрос. Если это письмо, то вы пишите так. Здравствуйте, уважаемый, имя, фамилия. Пожалуйста, посмотрите мой запрос. Буду вам благодарен за ответ. Он очень важен для работы нашей организации. И в следующий раз. Здравствуйте, уважаемый, имя, фамилия. Вновь напоминаю вам о том, чтобы вы посмотрели мой запрос, и напоминаю о том, что это очень важно для нашей работы и нашей организации. Делать вам это нужно в течение определенного срока. То есть, например, в течение каждую неделю или там раз в определенное время, если вы знаете, что начальник, например, бывает там на работе за все время, да, скажем, два-три дня. Вот. Зависит от этого. То есть, настойчивость – это периодичность во время и ориентация на дело, а не на себя. Не на свои собственные желания, не на свои собственные амбиции. Понимаете? Навязчивость – это нужда. Настойчивость – это понимание необходимости того, что нужно сделать. Вот такое вот разграничение. Что еще касается того, что вы пишете минимальный негатив для человека, то тут нужно понимать, что и настойчивых, и навязчивых людей, в принципе, не любят. Особенно, если начальник сам не очень здоровы и не очень любят оптимально решать задачи. Поэтому вы можете, опять же, в зависимости от важности задачи, от важности того, что нужно вам, да, выстраивать свою периодичность напоминания. Если вы считаете, что, например, запрос ваш важен для работы фирмы и работы организации, то вы в своем напоминании указываете, что уважаемый такой-то такой-то, прошу вас посмотреть на его наоборот, потому что он напрямую влияет на то-то, 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 то-то. У начальника должен быть стимул, стимул. И если вам кажется, что это очень важно, то вы можете даже, даже каждый день это делать. Но обязательно приписывать реальный ущерб общему ходу дела от промедления. Чтобы начальник видел, что происходит. И если начальник вам откровенно скажет, например, что это не важно, вам остается либо это принять, либо своими средствами к этому стремиться. Если начальник вам скажет, что я понял вас, соответственно, не нужно мне напоминать, то есть, когда вы так скажете, то после этого больше напоминать не нужно. Но необходимо понять, что все, что вы могли, вы сделали. Дальше идет нарушение уже субординации навешиваемому человеку. И это не является препятствием. То есть, нужно всегда выдерживать рамки вешенности, соотносимой с важностью и соотносимой с допустимой формой взаимодействия между людьми. Таков будет мой ответ. Он был общим, потому что ваш вопрос сам по себе достаточно общий. Но надеюсь, разницу между навязчивостью и настойчивостью я передать вам смог. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне их в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать все его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok